С оружием Юлия Эйдинзон уже давно на «ты». Ни один десяток наград всероссийских и международных турниров завоевала девушка за 10 лет, что она в спорте. Недавно вернулась из Краснодара с серебряной и бронзовой медалью чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия. Лично я показала третье и второе место заняла. Результат такой, скажем, довольно-таки приличный. Потому что после отдыха, когда выходишь, бывает, что немножко что-то не получается. А здесь, видимо, все-таки уже выходишь настроенным, с новыми силами, с новой, как говорится, такой на новой волне. И неплохо так все складывается. В общем, вперед к победе. По приезду домой Юля ожидала не только теплая встреча родных. Приятный сюрприз для спортсменки подготовили в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта области. На имя Юлии ведомство перечислило более миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Спортсменка уже подобрала квартиру, в которой будет жить со своей дочерью Евой. Когда есть поддержка и материальная, и всяческая, допустим, так скажем, от Министерства спорта, очень хорошо, что есть поддержка. Потому что пока она есть, есть мы. Не будет ее, ну не знаю. Не знаю, как это все будет выглядеть. Помимо Юлии, социальные выплаты из областного бюджета получили паралимпийский чемпион Пекина 2008 Алексей Фоменков и заслуженный тренер России Елена Савченко. Размер материальной поддержки у всех разный. Учитывают спортивные результаты, жилищные условия спортсменов и тренеров, состав семьи. В первую очередь, это претендуют те спортсмены, которые показывают высокие спортивные результаты. Это олимпийские и паралимпийские игры. Причем нужно занять места с первого по шестое, призовые места на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. То есть довольно-таки высокий уровень, нужно показывать результаты для того, чтобы претендовать на получение вот этой государственной поддержки. Долгосрочная целевая программа развития физической культуры и спорта на территории Омской области будет реализовываться до 2015 года. Помимо медалей, мировых состязаний и признания болельщиков, у наших спортсменов появился дополнительный стимул стремиться к громким победам.